Вымотанные и веселые мы переехали в Хуэр-Куэ-Хуэ, в отель Стермани, где и провели вечер. В такую познату никого не было, и мы плескались в теплой ванне прямо у реки, и я иногда вылезал в холодную проточную воду для контраста. Утро стало временем трудных решений, совсем залипать в термах с пенсионерами не хотелось, но и трекать по гуаначному тоже. Снова думали делиться, но в итоге выбрали трек на 8 километров с восхождением на 570 и поехали. Именно в Хуэр-Куэ-Хуэ я ощутил озерность этого края и размер Араукарий. Множество разноцветных ящерок, от бурозеленых до сизоизумрудных, встречались нам по пути. В просветах между мощных стволов появлялись то наш вулкан, подававшие синеватые дымовые сигналы, то озера, сплескающиеся в бирюзовой воде рыбой. И если к Фицрою нужно было лезть по скалам и камням, то здесь подъем осуществлялся перепрыгиванием по здоровенным корням. Усталость уже давала о себе знать и настойчиво звала в термы, где мы перед отъездом в Тимука и пооткисали. Карта привела нас к аэропорту Макуэ, который был указан в билетах. На въезде у закрытых ворот лаяла собака, самолетов видно не было. На звук вышел рослый чилиц, аккуратно придерживая автомат. Около минуты мы врубали его в ситуацию, что нам сюда, что нам надо улетать и сдать еще вот эту тачку, и вылет у нас через полтора часа. Врубившись, военный с улыбкой ответил, что это «милитари» аэропорту, а «сивил» в получасе езды на юг. Ни на минуту не затыкающаяся собака проводила нашу нервно набирающую скорость компанию. Чилицы водят спокойно и расслабленно, и наш запыленный пепелац, ныряющий из полосы в полосу на 150 км в час, резко выделялся на шоссе. Только свежий кофе и теплые бутерброды успокоили нервы усталых путешественников на взлете.